Российское информационное агентство Федерал Пресс совместно с Курганской областной думой организовали круглый стол, посвященный наболевшей теме капитальному ремонту жилых домов и грядущему одноименному закону. В ходе обсуждения все участники пришли к выводу, что многие жильцы просто пока еще, как говорится, слышали звон, а в самом документе не разобрались. Первый вопрос, который возникает у людей, куда пойдут наши деньги. Первый вопрос. Второй вопрос они задают и говорят, кто будет их контролировать. Эти вопросы самые частые отмечают представители областного департамента по строительству. Хотя средства массовой информации уже не раз разъясняли, что деньги, собранные на капитальный ремонт, будут закреплены за каждым жилым помещением и расходоваться будут по желанию жильцов. Людям предстоит выбрать способ накоплений. Ежемесячно они будут платить определенную сумму, которая поступит либо на спецсчет, либо региональному оператору. Это государственная структура, учредителем которой станет областной департамент строительства и ЖКХ. Списки домов, подлежащих капремонту, будут формироваться в рамках региональной программы. На общем собрании дома жильцы смогут решить, на какие цели потратить средства – на кровлю, ремонт инженерных коммуникаций или же на другие нужды. Контролировать работу призвана опять же жилинспекция. Некоторые присутствующие предлагали внести кардинальные правки в проект закона. Однако это невозможно, заверил Евгений Кофеев. Документ федеральный. Есть жилищный кодекс, который разработал вот данную модель. Мы не можем сегодня на пределах региона Курганска сказать, давайте мы поменяем всю модель капитального ремонта с населения на государство. Важной темой для обсуждения стал региональный оператор. Далеко не все понимают, что он призван не копить деньги жильцов на ремонт, а всего лишь аккумулировать эти средства, организовать так называемый фонд взаимопомощи, благодаря которому капитальный ремонт жилого фонда в области можно будет ускорить. По итогам обсуждения специалисты решили, что закон необходимо принимать. Не исключено, что в него будут внесены некоторые поправки, но уже в форме нормативно-правовых актов и постановлений правительства области. Дарья Федерягина, Александр Менщиков, информационное агентство Курганру.